всем привет с вами андрей санар сейчас рыбалка с легким привкусом экстрима потому что лед уже никакой надо будет идти как по минному полю везде промойны народ проваливается поэтому решил немножко себя обезопасить напялю на себя гидрокостюм ну и конечно же с собой надувные санки окунь xl погнали под экипировался гидро костюмчики со спасательным жилетом санками надувными как говорится к приему экстрима готов рыбаков немного что очень удивительно для выходного дня а все потому что лед уже ненадежный на такой лед выходят единицы ну что ж пойдем туда серые участки льда это уже опасность вот сейчас я на опасном участке льда где пешком можно ввалиться на счет раз но я еду на санках окунь xl который сейчас у меня в конфигурации финских саней промойна была слева рядом совсем тут кто-то проваливался уже вот прям по курсу вот здесь кто-то купался открытая вода а я уверенно догоняю наших они ушли 15 минут назад пока я там гидрокостюм напяливал санки надувал минное поле и только смотрите промойна на промойне они ее так немножечко по дуге обошли а я прям напрямую ну вот зона самого опасного льда пройдет еще промойна кто-то нырнул там-то дальше на глубине еще ледок нормальный а вот первые полкилометра это конечно да минное поле да я вообще там по промойным специально прям шел смотреть как она там я стою на них вот я стою на них и еду ну пошли да вот так вот рыбаки увидели санки окунь и уже хотят вон телефон и лицо двадцать один ночью по последнему льду шикарная тема немножко да а по центру вставать вот весят весят 6 килограмм а так они ну вот если свернуть вот как этот пуфик только вот так ну без палок палки это пока колхоз были фирменные алюминиевые будут покрасивше конечно такие не сейчас закрыть сейчас заказов только и только через месяц сделают если это да а вон телефон дал вот смотрите друзья марш-бросок в три километра целиком в гидрокостюме вот под гидрокостюмом было флиска и на удивление я не мокрый гидрокостюм дышит сейчас я верхнюю часть гидрокостюма сниму нижнюю штаны оставлю они мне никак не мешают они свободны и удобны и сверху просто ветровочку накину и буду ловить потяжелее вот блин уже что-то ух блин неужели мамка папка блин ну по крайней мере сегодня сегодня это уже кое-что да просто посмотреть чё тут у вас это я там клюет как клюет срочно ехать ехать срочно ну вот экстремальная рыбалка продолжается вот смотрите тут уже волна начинает образовываться мы примерно метрах в ста от уже жидкой воды в прошлый раз здесь этой воды не было и понемножечку понемножечку это поле на котором мы находимся разламывается и уходит и я думаю может быть даже к концу дня вот здесь уже будет жидкая вода и нам придется отсюда бежать но пока мы здесь на более-менее нормальном льду ловим рыбка не очень хорошо поклевывает но тем не менее есть скучать не дает продолжаем нормальная отчаянная церемония так что дело а а а Ха-ха! Поймал соседнюю удочку. Льдиночки потихоньку отчаливают. И скоро эта участь настигнет и тот лёд, на котором я сейчас стою. Надо валить. Вон тоже промоено, блядь. Отходи, не лезь туда, валя. Вон, весь. Ничего, на треугольниках, блядь. Ломается и... Ну, как раз примерно на этом горизонте же купались. Вот так надо. Вот, вот сюда. Да, да. Смотри, минное поле. Слева чёрная промоина, справа чёрная промоина. И там промоина. Так что мы так, между... Вот между ними надо, вот туда. Там одни сплошные промоины, блин. Надо туда справа обходить. Справа нормально, а здесь одни промоины. Нам тут немножко обойти нужно, чем дальше. Да. А то тут вон, блин, вообще всё, говно. А тут вообще стрёмно. Во, отсюда нормально, туда. Во, промоинка. А вот тут человек провалится. Упа. Вот так. Эл! Показываю, что такое промоина. Я её пробил, видишь? Не обозрался? Не? Обходи. Обходи, обходи. Ну, ты так, прямо, уверенно туда чесал. Мне кажется, правее. Правее и вот сюда. Сначала вот эту промоину проходим с этой стороны, потом влево. И там между вон теми двумя промоинами. Или вообще можно вон справа обойти. Минное поле. А я как минный тралл проехал, блин. Вот между этими двумя камнями проходим. Потому что здесь вообще жопа. Здесь сразу валимся. Здесь уже мелко за камнями. Ну, как бы по яйца провалимся, но это тоже неприятно. Вот здесь проходим и уже можем в берег уходить. Дальше, по-моему, нормально. Сейчас вот это говно пройти надо. Вот отсюда прямо и прямо, прямо, прямо. А потом уже в берег. Вон тут льда почти нет, блин, по толщине. И вот здесь даже черные и то стремноватые кусочки. Вот, вот по-серому надо туда. Потому что тут тоже уже, вон, блин. На вылет. Еще шнягу намотал какую-то. А тут просто вода на льду. Вот тут более-менее. Наверное, это завершающая рыбалка этого зимнего сезона. Потому что лед тает на глазах. Прямо вот сразу уходили льдины. Я думаю, вечером тот народ, который там еще остался, он может столкнуться с неприятностями. И тогда вот спасателем, который находится здесь, будет работенка. А мы ушли прямо днем. На пару сковородок поймал, корюшки. И то неплохо. Самое главное, это, конечно, санки Окуниксель. Это просто чудо. Я все больше и больше ими доволен. Хотя сначала думал, что концепция такая, больших санок какая-то странная. А теперь смотрю, ох, такая классная модель. Она и вместительная, и сидеть высоко. Очень удобно. Вообще красота. А уж как она, опасные места проскакивает. Для того, чтобы финки превратить, ставится вот на карабинчике вот такая дощечка. На нее нога встает. Вот нога даже в когтях. Я не боюсь ничего испортить. Как раз удобно. Нога встает. Здесь такая рамка. Ну, естественно, но в серийном варианте она будет поприличнее, чем мой прототипчик. Но суть одна и та же. Получаются отличные финки, которые позволяют достаточно быстро, гораздо быстрее, чем пешеход перемещаться. Я сегодня наших догнал, хотя я безнадежно от них отстал. Минут на 15. По последнему льду. Прям вот чудо техники. Сейчас будем собирать. Субтитры сделал DimaTorzok. ну вот рыбалка закончена иду навьюченный вещами машине я думаю следующая рыбалка будет уже по жидкой воде так что ждите смотрите наверно поедем за щучкой с вами был андрей сонар всем пока